дорогие друзья сегодня 22 октября и на этой неделе пройдут выборы в местные советы все взрослое население готовится к выборам участвовать в них в качестве избирателей будем избирать депутатов на всех уровнях на ближайшие пять лет они которые даже подали свои кандидатуры в списке кандидатов и скорее всего кто-то из них станет депутатами каких-то советов но мы сегодня не будем говорить о политике мы сегодня будем говорить о танцах если вам нравятся наши выпуски не забывайте подписываться на канал ставить лайки и мы с удовольствием будем вас посвящать во все события каждую неделю каждый четверг связи с ситуацией с карантином в украине все сложнее и сложнее проводить соревнования проводить мероприятия на прошлой неделе вышло постановление кабинета министров которая строго регламентирует проведение массовых мероприятий в том числе спортивных соревнований она говорит о том что в красной зоне вообще нельзя проводить мероприятия а в зеленой желтой и оранжевой можно проводить но очень ограничено по количеству участников и это ставит серьезные ограничения по количеству участвующих мероприятий но тем не менее некоторые мероприятия прошли некоторые отменились и сегодня в четверг мы ждем решение о том будет ли турнир в черкасах который запланирован на 24 октября прямо перед выборами но обо всем по порядку на прошлой неделе состоялся турнир dance oscar в городе одессе этот турнир был проведен совместно со сгусту был проведен под егидой лту лига танца украины он собрал больше чем 800 участий за один день несмотря на карантин все таки удалось организатором провести это мероприятие и достаточно успешно я благодарен сергею костыни и павлу поповичу за то что они самоотверженно выстояли и провели это мероприятие дело в том что без турниров сложно стимулировать спортсменов заниматься нужно в любом случае выходить соревноваться и тогда будет дополнительная стимуляция ходить на тренировки заниматься индивидуальной поэтому каждое мероприятие для нас очень важно турнир в крапивницком о котором я говорил в прошлом выпуске с грустушного чая все-таки не состоялся по причине карантинных ограничений что будет с турниром в черкасах несмотря на то что осталось до него два дня все-таки вопрос открыт и сегодня он должен решиться будет ли турнир в черкасах или нет я скажу прямо что проведение соревнований в данный период времени становится все проблематичнее потому что требования ужесточаются карантинные нормы не становятся проще поэтому с каждым днем мероприятие будет проводить сложнее что делать в этой ситуации как развиваться мы должны искать новые формы на этот период времени для того чтобы все-таки детей стимулировать заниматься и не терять в своих участников в членах наших клубов я уверен что мы найдем эти формы и продержимся этот сложный период времени для того чтобы продолжать работать продолжать заниматься и чтобы клубы продолжали работать в определенном режиме какие же это могут быть формы если мы не сможем соревноваться не сможем встречаться то безусловно мы можем оценивать мало того оценивать через интернет во первых мы отработали еще весной форму проведения фестивалей когда ребята записывали свои номера присылали и судьи оценивали их удаленно вставляли оценки и мы расставляли места награждали этих ребят и это есть стимул для развития кроме того возможно еще одна форма когда пара танцует свои конкурсные вариации записывает на видео а судьи оценивают дистанционно эту пару по четырем основным критериям ставят оценки и рекомендуют в каком направлении развиваться и какие критерии есть смысл подтянуть и более серьезно над ними поработать кроме того можно проводить аттестации для начинающих танцоров внутри своих клубов в рамках клуба диамант элит много лет проводятся аттестации это не сравнивание это не турнир на котором делят танцоров на золото серебряный бронзовый финал а это именно выставление оценок за правильное либо неправильное выполнение тех или иных движений вариаций все зависит от уровня количества танцев и сложность вариаций и просто выставление оценки и эта форма приемлемо и не противоречит карантинным требованиям и их можно проводить уже тренировочный процесс никто не отменял и поставить в рамках тренировочного процесса мероприятие которое называется аттестация внутри клубная можно собрать там если небольшие клубы и два клуба поставить оценки вполне возможно мы в ближайшее время предоставим алгоритмы как провести такое мероприятие не используя внешнюю регистрацию счетную бригаду и так далее то есть чтобы вы сами своим клубом могли справиться и провести такие мероприятия и занести результаты это именно этого мероприятия в базу и чтобы каждый танцор видел сколько у него очков набрано на каком уровне и так далее это опять же будет стимулировать развитие танцоров в рамках ваших клубов с густу продолжает свою работу над формированием нормативной базы организации одним из пунктов этой работы это регистрация наших подразделений в областях украины их должно быть не менее 14 для того чтобы получить всеукраинский статус и это отдельная регистрация в министерстве юстиции для того чтобы ее провести нужно решение рады а для этого нужно провести собрание в областях мы их проводим в зуме мы в нескольких областях уже провели эти собрания даже выявить руководители этих подразделений услышать мнение наших тренеров кого мы будем регистрировать министерстве от каждой области и мы в ближайшее время должны это сделать поэтому те области которые еще не провели собрание очень вас прошу инициируйте эти собрания давайте вместе проведем выберем представителей вашей области утвердим это на заседание рады и подадим эти списки на регистрацию минюста это необходимо для нашей дальнейшей деятельности и еще один момент который нам необходим для нашей работы это создание нашего реестра членов я много раз об этом говорил те тренеры которые заполнили я очень благодарен вам за оперативно сделанную работу кто не заполнил заполнять вы должны быть просто в реестре членов для того чтобы танцоры когда будут заполнять свои анкеты могли выбрать вас из списка тренеров которые формируются на основании ваших же анкет поэтому тренеры заполните свои анкеты если у вас нету ссылки то зайдите на сайт с густу и перейдите там на главной странице есть кнопочка анкета тренера нажмите и заполните все поля которые вам предложит данная анкета это крайне важно напоминаю вам еще раз о том что одной из возможностей проявить себя для танцоров является поездка в польшу поверьте мне турниров будет не так много мы будем делать все возможное чтобы эта поездка стала реальностью и те кто хотят поехать не думайте о том что мы сможем оформить вашу поездку за две-три недели а может даже месяц то есть на первые числа ноября нам нужен список участников тех кто хотят поехать больше не так много времени осталось для того чтобы заполнить анкету участников если вы хотите поехать свяжитесь с офисом позвоните по номеру телефона который есть в описании и вам расскажут алгоритм ваших действий дорогие друзья я хочу пожелать вам хорошего настроения и самое главное оптимизма несмотря на то что нам предрекают еще ближайшие несколько месяцев жесткого карантина я уверен что наш вид будет развиваться танцоры будут приходить на занятия будут танцевать будут поддерживать свою спортивную форму и мы обязательно будем встречаться на больших красивых хороших турнирах подписывайтесь на канал будьте с нами обязательно подпишитесь на наш канал в телеграме для того чтобы быть в курсе всех событий всем самого лучшего